Я ждал, я ждал, 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 и дождался DJI Ronin-S. Ребят, обзор. Привет, с вами Евгений и вы на канале TechKid TV. И как вы уже поняли, сегодня у нас обзор на DJI Ronin-S. Первый одноручный электронный стабилизатор, который выдерживает камеры весом до 3,5 кг. Точно. Примерно таким было мое первое впечатление от стабилизатора. То чувство, когда перед тобой дорогой автомобиль. Крутой дизайн. Качество сборки, материалы. Да что уж сама рукоять. Прорезиненная, квадратная, с углублением для большого пальца. Комфорт и удобство. И вес. Один из главных минусов Ronin. Для информации. Среди одноручных электронных стабилизаторов, у которых грузоподъемность выше 3 кг, Moza Air весит 1,390 кг, Zuin Crane 2 весит 1,640 кг и DJI Ronin-S 2,260 кг. И прицепив камеру, весом, скажем, 3,5 кг, нагрузка на руки падает колоссально. И уже не каждый сможет поснимать длительное время. Что же касается длительности работы, то заряда аккумуляторов у Ronin-S хватает на 12 часов. А время зарядки 2,5 часа. Через USB Type-C, который расположен на самом стабилизаторе. Не на рукоятке. Это означает, что для того, чтобы зарядить стабилизатор, вам нужно сначала его собрать. Смутило еще то, что аккумуляторы у Ronin-S встроенные в рукоятку. И просто так провести их замену не получится. Но давайте будем чесны. Неужели у вас будет 12-часовая съемка без перерывов на отдых? Ну и, соответственно, под зарядку Ronin. Нет? Ну тогда вам нужно будет докупить еще дополнительную рукоятку. И желательно зарядное устройство. Хм. Как мяч джедая. Продолжим. Дизайн крепежного механизма Ronin-S выполнен так, чтобы не перекрывать экран вашей камеры. А теперь давайте взглянем поближе. На верхней части рукоятки можно увидеть стандартный набор элементов управления. Четырехпозиционный джойстик, кнопка выбора профилей, кнопка начала и остановки записи. В правой части рукоятки кнопка включения. И кнопка триггер. В левой части рукоятки размещен полуфокус. Если стабилизатор совместим с вашей камерой, то вы с легкостью сможете управлять фокусировкой вручную. Не прикрепляя никаких устройств к объективу или физически не касаясь к камере. Просто подключите стабилизатор к вашей камере с помощью дополнительного шнура. И вы абсолютно готовы к работе. К сожалению, пока еще ни одна камера Sony не поддерживает функцию полуфокуса. Но не расстраивает. DJI по-прежнему ведет переговоры с Sony о добавлении функционала в ближайшее время. О, спасибо, ребята. Забыл упомянуть, что в комплекте идет подпорка под объектив с резиновыми роликами, которые уберегут кольца фокусировки или зуммирования объектива от царапин. У DJI Ronin-S быстросъемная площадка стандарта Manfrotto в пилонах 500-й серии. Но работать с ней можно только в одностороннем порядке. А именно. Ее установить на штативную голову 500-й серии возможно. А вот площадку с 500-й серии установить на Ronin невозможно. Но сейчас время полезной информации. Первый запуск DJI Ronin-S с коробки. И дальнейшая его настройка. Для начала открываем коробку. Собираем наш стабилизатор. Заряжаем. Устанавливаем камеру. Балансируем. Включай. И не забываем про подключение камеры к стабу. Чтобы была возможность использовать включение и выключение записи через стаб. В нашем случае по совместимости камер мы будем использовать провод с инфокрасным модулем. Его также можно использовать для камер Sony. Устанавливаем себе на смартфон приложение Ronin. И запускаем его. При первом запуске приложения нужно будет войти в свою учетную запись DJI. Если ее нет, то нужно зарегистрировать. Далее нажимаем на кнопку Connect to Ronin. И выбираем из списка наш девайс. При первом подключении к Ronin S нужно будет ввести пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. После чего нужно будет зарегистрировать девайс. При первом включении моторы Ronin S находятся в спящем режиме. И чтобы их включить, нужно перейти на вкладочку Configuration. Далее настройки. Settings. И здесь есть мотор Pause. Выключить. Также входить или выходить из спящего режима можно с помощью двойного нажатия на кнопку Включение. После каждого раза, когда вы сбалансировали стабилизатор, нужно выполнить автонастройку мотора под вашу камеру. Для этого возвращаемся назад в конфигурацию. Заходим в параметры мотора. И вкладка Auto-Tune. Также выполнять автонастройку можно и без приложения. Просто нужно зажать триггер и кнопку Mode на 4 секунды. 1, 2, 3, 4. Далее, чтобы проверить, все ли правильно настроено и сбалансировано, нужно провести тест. Для этого нажимаем на пункт Настройки, Settings, далее вкладка More и Balance Test. Если тест выдаст ошибки, то нужно будет перебалансировать стаб. Если все good, то продолжаем настройки. Вот, в нашем случае все отлично настроено, продолжаем. Как упоминалось раньше, в Ronin S мы переключаем не режимы, а профиля настроек. Соответственно, все настройки, которые мы выполняем, сохраняются в выбранном профиле. Выбрать профиль можно напрямую через стаб, через кнопку Mode, либо в приложении на вкладке Конфигурации. User 1, User 2, User 3. Итак, что же мы можем настроить? Заходим в Конфигурации, Мотор параметр. Здесь можно выбрать силу моторов или выбрать автонастройку. И посмотреть, как уже настроены моторы. Возвращаемся назад. Пункт Smooth Track. Здесь по каждой оси Pan, Tilt, Roll. Мы можем настроить плавность поворота, скорость, будет ли выполняться отслеживание по оси или нет. И включение ручного направления оси. Раз. Возвращаемся назад. Пункт настройки контроллера. Control Settings. Во вкладке Motion можно настроить скорость и плавность поворота джойстика по всех осях. Pan, Tilt, Roll. А также конечные точки поворота Endpoint. Во вкладке Channel настройка джойстика каждую ось можно полностью изменить. Tilt, Pan, Roll могут иметь перенаправленные каналы. К примеру, поворот можно сделать наклон. А также можно установить реверс для любой оси. Приложение немного сложное, так что будьте готовы потратить время на его изучение. Приложение Ronin S имеет набор креативных функций, которые помогут упростить съемку. Это панорама, таймлапс, моушенлапс, трек. С настройками разобрались, теперь еще несколько слов о функциях кнопок. Если зажать и удерживать кнопку триггер, то будет срабатывать режим блокировки. И зажимаем режим блокировки. Если дважды нажать на триггер, то стабилизатор будет возвращаться в исходное положение. Если трижды, то стабилизатор разворачивается на 180 градусов в режим селфи. Еще раз дважды, исходное положение. Зажав кнопку M, MODE, сработает режим SPORT, при котором стабилизатор будет мгновенно реагировать на все движения. А зажав кнопку записи, камера сделает снимок. Ну а теперь давайте потестим стаб. И заодно я покажу, как я настроил себе профиля. Итак, первый профиль, который я настроил, это отслеживание по горизонтали и по вертикали. И, соответственно, скрины настроек. Второй профиль. Это профиль по 360. И скрины настроек. Третий профиль я настроил для съемки снизу. С отслеживанием по горизонтали и реверсом джойстика по вертикали. Соответственно, скрины. Ну что же, давайте будем тестировать. Сначала первый режим. Теперь перейдем в второй режим. Третий режим. Триста шестьдесят. Полетели. Ну а теперь давайте попробуем третий режим. Ну а теперь в первом профиле давайте попробуем спорт режим. Зажимаем M. Поехали. И режим блокировки. Поехали. Триста шестьдесят. Триста шестьдесят. Поехали. 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 UNG. Хазино. Двойное нажатие Исходное положение А теперь давайте я покажу, как можно фотографировать Sony Зажимаем запись Снимок готов И мой вердикт Ronin S мне очень понравился Благодаря непревзойденной производительности В качестве сборки и расширенным возможностям А это главное Ronin S ничто иное, как новый ориентир для одноручных стабилизаторов С вами был Евгений Канал TechKidTV Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видосики Удачи! Так, где мои бритмы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!